Мало кто из начинающих столяров может похвастаться полноценной столярной мастерской. Вот у меня во время распоряжения есть небольшая малогабаритная вставленная мастерская. При этом иногда возникают задачи по изготовлению крупногабаритных деталей, и в связи с этим возникают определенные сложности. Этим роликом я начну серию рассказов о своих решениях по преодолению этих сложностей. Пишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я рад вас всех приветствовать. В изготовлении щитов я использую трубную струкцины. Это очень удобный инструмент с точки зрения соотношения цены и качества. Качество вполне приемлемое, цена более чем удовлетворительна. Положительный качественный экструкциям в том, что у них достаточно хорошая сила сжатия. При наличии цинковной трубы клей практически не пристает, или, по крайней мере, очень легко очищается. Ну и возможность гибкой регировки позволяет работать со щитами совершенно разной ширины. У них есть один существенный недостаток. Это, во-первых, их неустойчивость. Потому что, когда кладешь щит, и потом его немного двигаешь, у них есть склонность к заваливанию. Приходится постоянно восстанавливать эти струкцины, особенно, когда щит большой. Ну, на это просто уходит время. Один из их недостатков в том, что они стоят на столе на двух точках опоры. Одна у основания, вторая на подвижном упоре. Соответственно, при работе с большими щитами и при наличии небольшого стола в малогабаритной мастерской, возникает ситуация, когда нужно либо отодвигать стол, либо вообще невозможно работать с большими щитами, потому что точка опоры проваливается за стол. Я для себя решил эту проблему следующим образом. После того, как помучился изрядно со склейкой щитов при изготовлении кровати или при склейке столбов при изготовлении беседки, я сделал вот такие съемные упоры. Бруски, которые изготовлены просто из откалиброванных брусков одинакового сечения. И в них сделаны пазы через расстояние 200 мм. Сделаны пазы на одну глубину, на одном расстоянии. Я просто устанавливаю эти бруски в заранее подготовленные отверстия, просверленные на шканты. И уже на них непосредственно позиционирую мои струбцины. То есть изготовление этих упоров заняло не больше полчаса времени, но эффект, который я получил, меня очень сильно порадовал. Во-первых, мы получаем фиксированные трубы, которые в данном случае фиксированы трубцами, которые уже не завалятся, если модерн будет двигать щит. Второе. Есть возможность работать с разной шириной щита. От самого большого до маленького. При этом позиционировать струбцинно, каким-то образом менять их положение не нужно. Ну и третье. Если совсем уже большой щит, я просто добавляю еще два бруска к столу. И в этой конфигурации я уже делал щиты для стеллажа, который я показывал в одном из роликов. Длиной метр шестьдесят и шириной, соответственно, шестьсот миллиметров. Опять же, никаких плясок с бувном при работе с этими щитами не возникает. Сделал я эти пропилы очень просто. Я просто за пять минут слепил вот такую каретку для циркулярной пилы. Поклонил диск на угол 45 градусов и просто по отметке, которая здесь даже осталась, в угол 45 градусов, через равное расстояние прорезал пазы в брусках. Это не составило никакого труда и не потребовало затрат. Ну а сегодня на этом все. Встретимся в следующей серии. Желаю вам успехов. Продолжение следует...